МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Масштабным ремонтом по ямам и ухабам в Чебоксарах продолжается реконструкция городских магистралей. Количество преступлений сократилось. Следственный комитет Следственного управления России по Чувашии отчитался о работе за первое полугодие. Из Чувашии с любовью в Ульяновске пройдет день чувашского языка и культуры. На Чебоксарских трассах в ближайшие годы пробок станет меньше. В столице республики реконструируют самые проблемные дорожные участки. Недавно завершили ремонт базового проезда. Сейчас техника работает на проспекте Ивана Яковлева. Сегодня сюда с инспекции приехал глава Чувашии. А по пути кортеж Михаила Игнатьева остановился на уже принятом в эксплуатацию объекте. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Раньше по этой дороге многие водители старались продвигаться только в крайних случаях. По пути приходилось месить грязь и объезжать глубокие ямы. Капитальный ремонт трассы завершили недавно. Реконструкция обошлась бюджету в 180 миллионов рублей. Объем работ оказался большим. Дорожникам приходилось переносить в сторону на несколько метров все коммуникации. Перенос газопровода, перенос водопровода кабельных силовых сетей очень много было. Здесь трудности были основном по стесненности этих условий. И как бы территория промзоны. Здесь очень много большегрузных машин заезжает. Поэтому здесь участок, казалось бы, усложнен. Количество полос увеличилось. Городские власти уверены, что они разгрузят дорогу от постоянных пробок. Теперь на этом участке станет еще светлее. Здесь установили фонарные столбы. Оборудовали трассу и ливневками. Своё боевое крещение они уже прошли. Во время дождей сейчас канализационные сети смотрели. Успевают проглатывать во время ливневых дождей? Всё там проект англит. Успевают, да, увидели. Как раз нам дожди, как раз последние три дня дожди дали здесь. И увидели, как оно работает. Дали возможность оценить ситуацию. Да, на проезжей части ни одной капли воды нет. Она всё сюда уходит и стекает на ливневую канализацию. А в ближайшее время здесь благоустроят придорожную территорию. Проложат новые тротуары. На участке трассы по проспекту Ивана Яковлева скоро появится подземный пешеходный переход и новая кольцевая развязка. Работы начались только в июне. Сейчас дорожники перекапывают сети. Чтобы уложить их вдали от дороги, подрядчикам необходимо почти 300 миллионов рублей. Половина от стоимости всего проекта. Здесь сейчас у нас трудности с газовым переносом газопровода, где заявка о изготовлении труб, где я озвучил месяц и полтора. Поэтому сейчас пойдёт, мы укладку будем, сезон отопительный зайдём, переврезки не успеем. Но чтобы ускорить процесс, подрядчикам предложили и самим составить новый проект. Завершить реконструкцию дороги полностью планируют в октябре следующего года. Глава республики потребовал уложиться в намеченные сроки. Сейчас на объекте техника работает и ночью. В этом году большая часть работы будет выполнена. Останутся на следующий год работы на пересечении проспекта Мира и Ивана Яковлева. Там будет кольцевое движение. То есть разгрузка автотранспорта по тому проекту, который я видел, ознакомился, по-назадавал вопросам, будет обеспечена. На реконструкцию этим летом была закрыта и городская баня номер 2. Ремонт здесь не проводили 30 лет. За это время коммуникации пришли в негодность. Меняют трубы, систему вентиляции, проводку, окна и двери. Обустраивают новые бассейны и душевые кабины. Открыть банный комплекс после ремонта планируют уже в конце декабря. Тогда же в городе свои двери должен распахнуть и новый ФОК. Сейчас на площадке ведутся отделочные работы. Подрядчики продумали всё до мелочей. Спорткомплексы для горожан создадут подобающие условия. 25 метров и 4 дорожки. И 3 зала. Волейбольный зал, игровой зал. Потом зал тяжелого летки и фитнес-зал. Подрядчики и радио-демалки. Одноразово сколько человек принимает? Одноразово, по мощности, если взять, по нормативам, по стандартам? 150. К новому спорткомплексу уже подводят коммуникации и обустраивают будущий бассейн. Уже сейчас очевидно, что ФОК будет пользоваться популярностью. Глава региона посоветовал подрядчикам предусмотреть загодя просторную парковку для посетителей. А уже в ближайшее время необходимо начать работы по благоустройству. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Побывал глава республики и на одном из кондитерских предприятий города. Михаилу Гнатьеву показали, как идет модернизация цехов. Сейчас на предприятии устанавливают современное немецкое оборудование. Модернизировать производство помогает серьезные инвестиции. Недавно на фабрике запустили в строй новую линию по выпуску суфле. Десерты уже оценили покупатели. Глава республики отметил, что именно потребители выигрывают от внедрения в процесс инновационных технологий. На предприятии увеличивают мощность, чтобы занять новые рынки. Уже половина продукции кондитерской фабрики вывозится в соседние регионы. В Чувашии стали реже совершать преступления. Правда, всего на 10%. А вот количество дел о взяточничестве выросло в разы. Следственные комитеты Чувашии подвели предварительные итоги работы за первое полугодие. Пакета. Достаю. Четыре пачки. Скрепленные. Август 2013-го задержан глава администрации Мариинско-Пасадского района Юрий Моисеев. Против него и его знакомого следственный комитет возбудил уголовное дело. Их подозревают в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Причем в особо крупном размере. На настоящее время расследуются. Расследуются они сейчас очень активно. Ежедневно в Марпасад выезжает следственная оперативная группа. Глава Марпасада, ну вам всем, наверное, известно, был задержан при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Просил он взятку, значит, требовал взятку в размере 4 миллионов рублей от одного лица за помощь в покупке земельного участка на территории Марпасадского района. В случае громкий, резонансный, но не единственный уголовных дел о коррупции с начала 2013 возбудили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии текущего года к нам поступило 485 сообщений о коррупционных действиях. Это на 90 больше, чем в прошлом году. Из них по 372 сообщения мы возбудили уголовные дела. В суды направлены 46 уголовных дел. Здесь необходимо отметить, что мы возбуждаем по каждому эпизоду коррупционного действия преступления. В последующем очень часто бывает, что один человек совершает несколько преступлений, понятно, эти дела потом соединяются в одно, и вот отсюда остается 46. Судя по всему, стали чаще в Чувашии не только братья давать взятки. Так, количество убийств и покушений в республике возросло более чем на 20%. Подавляющее большинство из них, 98%, раскрываются. Вероятно, такому результату способствует помощник, известный в народе как детектор лжи. Его стали активнее использовать в работе. Всего в первом полугодии проведено 107 психофизиологических исследований с применением полиграфа. Это на 15 больше, чем в первом полугодии прошлого года. Такие исследования проводились в отношении 16 подозреваемых и обвиняемых, а также трех потерпевших. Ну и 40 они у нас применяются в отношении свидетелей. Впрочем, даже самый умный прибор не заменит специалистов. А работы у них, судя по всему, хватает. За 6 месяцев сотрудники Следственного комитета завели более 1000 уголовных дел. Закончили расследовать около 700. Всего у нас следователей 70 человек работают в управлении. То есть в среднем каждым следователем суд направляется не менее двух уголовных дел. В среднем это 2,5 уголовных дела. Ну и, соответственно, параллельно еще проводятся доследственные проверки. И все же общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. По данным специалистов, нарушили закон жителей республики примерно на 1000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Вместо пашни – автомобильная стоянка. Два года назад специалисты Ростельхознадзора на земле сельскохозяйственного назначения обнаружили автомобильную стоянку. Собственник земельного участка возместил вред, выплатил штрафы, но не исполнено главное предписание – земля не приведена в первоначальное состояние. О том, что на этом участке когда-то была автостоянка, сегодня напоминает лишь эта будка. По словам старшего государственного инспектора Ростельхознадзора Ирины Красновой, здесь находились охранники. Территория была огорожена, освещена и асфальтирована. На территории в один гектар стояли автомобили. Несмотря на то, что руководители акционерного общества «Средняя Волга» именно им принадлежит участок, утверждали, что это полевой стан, сомнений никаких не было. На землях сельскохозяйственного назначения незаконно организовали автостоянку. За данное правонарушение общество было привлечено к административной ответственности за порчу земель по части 2 статьи 8 и 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Был наложен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. Также было выдано предписание, однако предписание было выдано уже не одно с того момента, когда мы выявили. И все эти пока предписания не исполнены в срок. Из-за неисполнения этих же предписаний еще обществу пришлось заплатить не один раз по 10 тысяч рублей по решению мировых судей. Вред причиненный участку оценили 8 миллионов рублей. Как только объявили торги на продажу арестованного имущества, принадлежащего обществу «Средняя Волга», данная сумма была выплачена. Деньги поступили в бюджет Чебоксарского района. Кроме этого, организации необходимо привести данный участок в состояние, пригодное для использования по целевому значению. То есть убрать щебень и песок и завести полдородную почву. Это нужно сделать до 1 октября нынешнего года. Будем выходить также к мировым судьям за неисполнение предписания. Также за неисполнение еще раз после решения суда выдается еще раз предписание. Получается, что пока земельный участок не будет приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, чтобы можно было здесь сеять и пахать, общество будет выдаваться предписание до конца. То есть все время будет платить штраф? Да, будет платить штраф. А изъять земли? Уже потом будет выдано предупреждение, что нарушение уже получается не один год. Изъятие тоже может возникнуть вопрос. Процесс этот долгий, но специалисты управления намерены довести работу до конца. Если предписание не будет исполнено, административное дело будет направлено в Миномущество Чувашии. Республиканское ведомство может обратиться в судебные органы для принудительного изъятия земельного участка. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Чувашстат опубликовал данные об изменении средних цен на потребительские товары и услуги. В основу лег сравнительный анализ за неделю. Больше всего повысились цены на яйца на 7%. Рис, вермишель, хлеб и сахар также подорожали от 1 до 2%. Сыры, соль, масло сливочное и подсолнечное, сладости, сметана, мясо, молоко – менее чем на 1%. Из наблюдаемых непродовольственных товаров повысились цены на сигареты отечественные, новые отечественные легковые автомобили, дизельное топливо, бензин АИ-95, туалетное мыло. За неделю снизились цены на картофель – 19%, капусту – 16%, морковь, лук – от 9 до 12%, яблоки – на 3,5%. Среди непродовольственных товаров подешевели хозяйственное мыло, стиральный порошок, цветные телевизоры. Не изменились тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. За прошедшие сутки в республике произошло 9 аварий. Погиб 1 человек и 9 пострадали. По данным ГИБДД в Алатарском районе, 38-летний водитель, находившийся за рулем «Приоры», пренебрег правилами дорожного движения и зашел на затяжной поворот, не снизив скорость. В результате машина стала неуправляема и вылетела в кювет, где перевернулась. В аварии погиб водитель, а 49-летний пассажир получил различные травмы. Сейчас он находится в центральной районной больнице «Алатаре». Сегодня около 3 утра на Игирском бульваре водитель не справился с управлением и влетел на девятки в столб. В итоге пассажир был отправлен в больницу с порезами на лице и повреждением ноги. От 20-летнего водителя-лихача доставили на медосвидетельствование. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что с начала года на дорогах Чувашии в нетрезвом виде было задержано 5159 водителей. Из них 761 пьяный водитель либо уже был лишен прав, либо их совсем не получал. Уже сегодня днем в сети было опубликовано видео очередного неудачного маневра. Как утверждают очевидцы, девушка за рулем иномарки, не справившись с управлением на перекрестке возле дома МОД, остановилась в столб. Кстати, в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения. С 1 сентября перевозка детей до 12-летнего возраста без специальных детских удерживающих устройств запрещена. За данное нарушение установлен штраф в размере 3000 рублей. Сейчас пока 500 рублей. Из Чувашии с любовью. Юбилейный 10-й день чувашского языка и культуры пройдет в Ульяновске. Откроется он в ближайшую пятницу, 23 августа. На фестивале можно будет познакомиться с книгами, журналами и газетами на чувашском языке. Попробовать блюда национальной кухни, прогуляться по выставке. День чувашского языка будет ярким, обещает в Управлении культуры мэрии Ульяновска. Гостей праздника встретит настоящая чувашская красавица, победительница национального конкурса красоты прошлого года. В этом году основной акцент сделают на традициях. Жители и гости Ульяновска на выставке смогут познакомиться с национальной вышивкой, изделиями из керамики и дерева, чувашскими сувенирами. Праздничную программу продолжит большой концерт. На сцену выйдут лучшие национальные коллективы и солисты из Ульяновска. А специальным гостем станет чувашский вокальный ансамбль «Азамат». Чувашия на подготовку спортивного резерва получит 5 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Субсидии регионам выделяются на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд страны. Целевые средства охватят такие сферы, как питание, проживание спортсменов при проведении всероссийских соревнований, повышение квалификации и подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки. Ожидается, что это позволит обеспечить подготовку 55 тысяч спортсменов, входящих в спортивный резерв сборных команд России. Наибольшие размеры субсидий получит Сахалинская область – почти 7,5 миллионов рублей, Хантамансийский автономный округ – 7 миллионов, Якутия – чуть более 6,5 миллионов рублей. В прошлом году из федерального бюджета спортивным организациям Чувашии на эти цели было выделено около 4,5 миллионов рублей. Сразу после новостей смотрите программу «По существу» в нашем эфире. Начальник управления образования городской администрации Леонид Мочелов расскажет о подготовке к новому учебному году и о том, когда у школьников в этом году закончатся летние каникулы. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова